правильно математика не наука математика это наука что ли что такое наука своими словами правильно что такое наука правильно хороший вопрос сразу же что такое наука но сначала определение определения задаст нам критерий который позволит отличить науку от не науки вообще все что угодно чего угодно да здесь будет все от определения зависит как говорил великий Я вам сразу, конечно, ответ вам даду. Вот смотрите, вот есть конкретный программный код, которым написан Telegram. Логично? Логично. Вот Telegram написан программным кодом. Вопрос. Является ли синтаксис той программы, на которой написан Telegram, программным кодом? Вот я в информатике седьмой класс Basic. Ты пишешь Enter, If, Cycle. Что там пишешь? Вот это является программным кодом? Конечно, нет. Это человек придумал. Вот есть геном. У меня есть мой геном, доставшийся мне от моих предков. И мы можем его читать благодаря генетическим исследованиям. Вопрос. Сама генетическая расшифровка сферическая в вакууме является чьим-то геномом? Конечно, нет. Наука это исследование природы. А, природы. Смотрите, исследование природы. То есть социология не наука, потому что она исследует не природу. Психология, кстати, на самом деле тоже сомнительно наука. Уже два слова у нас кодовых, но просто не природу исследует все-таки, а психику. То есть у нас есть различие между природой и психикой все-таки, да, какое-то. Не, можно представить психику как часть природы? Ну ладно, социологию, культуру нельзя как часть природы представить. Потому что иначе бы слово природа не имело никакого смысла, да. То есть мы должны различить природу с чем-то. С чем мы ее различаем? Ну, с обществом, с культурой, например, да. Вот. Если мы просто говорим исследование всего чего угодно, но это уже было бы слишком широко и все что угодно. Можно было бы назвать наукой. Ну ладно. Исследование природы, допустим. Это система исследований природы. А, все? Природы. Стоп, действительно все? То есть алхимия тоже наука, да? Ну, Суал Зал, здесь будет зависеть от той методологии, из которой вы исходите. Просто потому, что мы, в принципе, можем различать и природу как внешний мир, и психику как внутренний мир. Понимаете, в чем дело? И вообще психология как дисциплина, она вообще-то начиналась с исследования психологии от первого лица. Это потом в психологию начали проникать, естественно, научные тенденции, которые, ну, постепенно переводили психологию в третье лицо. То есть, да, когда вы со стороны, как исследователь, смотрите на что-то там происходящее вот между самими людьми, у вас бихевиоризм там в итоге получается, приблизительно, да, что-то такое. И в итоге все сводится к тому, что вы исследуете поведение. Например, ну, не все сводится, ну, некоторое вот такое направление, как бихевиоризм, например, вот подошло к этому научно, так скажем. Вообще выдвинулось на третье лицо, то есть стало субъектом против объекта. Да, то есть, если в случае с первой психологией, так скажем, там были моменты, когда субъект исследует субъекта, то в рамках науки такое просто невозможно. Вот. Понимаете, в чем дело? Ну, то есть, вообще, разделение на субъект и объект это очень важная характеристика науки. А субъект и субъект, когда у вас сам себя исследует, ну, что-то не так. Я, здесь трудно сказать, редкий гост, я здесь не разбираюсь. Ну, ладно. Ну, литература не исследует, а филология исследует литературу. Во-вторых, она не исследует природу. История не может быть наукой, история... Допустим. Ну, соглас тому определению, которое дано, да, литература, но филология не исследует природу. Филология исследует культуру. Не исследует природы. И математика точно так же не наука, потому что математика ничего не исследует. Правильно. Математика это код, которым написана Вселенная. Бля, нихуя себе он шизанул только что. Поняли? Поняли, ребят? Математика ничего не исследует. Математика это код, которым написана Вселенная. Think about it. Think about it, короче. И как программный код? Математика это не наука, математика круче науки. Сосать. Которым она написана, она не является одной из разновидностей этого кода. То есть он платоник, он решил, короче, заплатонить и разъебать. Вот это я понимаю сильно. Поймал Пифагора. Есть такое, Андрей. Просто словил Пифагорича неожиданно. Это, ну, вообще очевидная какая-то вещь для любой. Человек, который читал Никонова. Кого, блядь, Никонова? Понятно объяснил или непонятно? Ну чел, ну сорян, хуйня какая-то сразу. Не, в принципе, смотрите, тут как ни посмотри, математика не является наукой. Ну вообще, стоп. Вообще, стоп. Знаете, мне кажется, тут, во-первых, несколько пластов ошибок. Первый пласт ошибки, ну как ошибки, сомнительности, заключается в том, что он математику трактует как, собственно, некий код вселенной, хотя мы этого заранее не знаем. Это первый уровень сомнительности. Ошибка же, ошибка второй, второй уровень, второй пласт ошибки заключается прежде всего в том, что он не разделяет математику как вот этот вот вселенский код и математику как дисциплину, которую мы исследуем. То есть, потому что, потому что, потому что, потому что. Если математика это вселенский код, которым написано вселенная, то есть природа, значит, она, ну, часть природы и основная часть природы. И, следовательно, математики, которые исследуют математику непосредственно, да, хотя тут как потом, то есть он не различает предмет и дисциплину, что принципиально важно. Сейчас я вам проясню ошибку. То есть, нет, просто, да, смотрите, тут смотря как он вообще определяет эту математику, если он определяет математику как божественный код, который лежит над миром, да, то тогда это, конечно, метафизика, это не физика и не часть природы. А если это внутри вселенной, внутри природы, значит, это часть природы, значит, математика как дисциплина, то есть та, которая занимается математикой, изучает, собственно, что-то. Вот, вот, да, это вот такая вот ошибка. А в чем она, собственно, заключается? Представьте, вот у нас есть слово физика. Что слово физика означает? Природа. Люди иногда слово физика и употребляют с точки зрения природы, да, ну, то есть он с тем же самым, смотри, какую он ошибку запустил, он буквально так и сказал. Физика, это и есть природа, и она ничего не изучает, понимаете, в чем дело? Его спросили, математика не наука, то есть, ну, математики не ученые, вот дисциплина математика не наука, он отвечает, математика не наука, потому что она есть код природы. Физика не наука, потому что физика равно природа, на самом деле, да, то есть он не различил предмет, то есть физику, которая следует физике непосредственно, да, и не, ну, это аналогия. Ну, то есть он не различил математику как свой идеальный какой-то объект и, собственно, математику как дисциплину, что является тоже принципиально важной ошибкой. А, он гордится видосах, что бросил школу и ушел в Даррен Спорт. Не, на самом деле, это не самое худшее рассуждение о тех, что я слышал, но хотя бы сразу определение задал, понимаете? Это уже даже, это не так плохо, как у многих людей с высшим образованием и даже с кандидатскими степенями. То есть, знаете ли, он хоть какое-то определение дал, и мы можем, исходя из этого определения, хоть как-то рассуждать. Я сейчас, блядь, читаю Пинкера, он нихуя не дает нормальных определений, там, гадай, не гадай, что хочешь, делай, соответственно, думай сам. Вот, понимаете, в чем дело? Вот в этом проблема заключается, то есть здесь, кстати, Арсен Маркаря, ну, обосрался, не обосрался, но ошибка, которую он допустил, ну, она может быть относительно тривиальна, конечно, но это не худшая ошибка, которую я видел, честно говоря. Ну, Арсен в начале видоса сказал, что синтаксис программного кода не является программным кодом, видимо, с той же точки зрения он имеет в виду, что синтаксис природы-математика не является природой. То есть, природа это как отдельный феномен, который был написан за счет математики или что-то такое. Тут, Ангус, проблема будет заключаться в том, что мы не знаем, какой трактовки он точно придерживается, потому что, я же сказал, два пути возможны здесь, да? Либо он идеалист-метафизик, то есть, математика метафизична, и она является кодом природы из метафизических оснований. Я не знаю, он там верующий или не верующий, верит в Аллаха или нет, в Бога какого-то там верит, не верит, соответственно, понимаете, Ангус? То есть, может быть, он реально здесь как метафизик выступает. А если он выступает как сиентист-натуралист, то математика, ну, природа как ни крути получится просто, да? Вот, пожалуйста. Тогда кабала – это наука, исследующая духовную метафизическую природу творца. О, логика, зайпись. Ну, а что, тогда и литература, и наука, она исследует духовную природу человека. Зайпись. Вот мы и определились. Экономика – не наука. Ну, экономика – не наука, по твоему определению, экономика – не природа. Получается, сами придумали, сами изучаем, конечно. Ну, да, правильно. Ну, экономика – не про природу, как минимум, и не про природные законы. Конечно. Природа. Понимаешь, что природа? Получается, математика – лишь инструмент исследования. Нет, смотри. Что такое математика? Математика – это код, которым написана Вселенная, который люди зафиксировали для себя в понятном для людей виде. Понятно? Понял, блядь. Понял. А кем закодировано? Что значит закодировано? То есть люди, изучая природу, находят огромное количество закономерностей и начинают фиксировать ее в систему так, чтобы было понятно нам. А кто закодировал-то? С чего ты взял, что он там есть? Может быть, мы эти закономерности… Может быть, просто математику натянули на эти закономерности? Ну, например, я не знаю. Вот у нас есть два предмета, например, я не знаю. Вот этот предмет и вот этот предмет. И вот есть набор феноменов. Там они оба падают, например, когда я их отпускаю. Ну, допустим, оба они вниз падают. Причем немножко по-разному падают, потому что воздух сопротивляется немножко по-разному. Ну, короче, падают они, соответственно, вниз. Я придумываю модель описания этого падения. Зачем мне допускать, что там есть какой-то код еще внутри, по которому они падают, и я этот код раскрываю, я просто для удобства своего беру и математический трафарет накладываю на эти предметы. Зачем мне допускать еще какую-то третью математику, ну, вторую математику, получается? Зачем мне допускать третью сущность, если можно в описании обойтись двумя в данном случае? Зачем мне, да, помещать математику внутрь природы, если это вообще, в принципе, не обязательно? Ну, да, я подстраиваю математику таким образом, чтобы мне было там понятно, как это все работает одновременно с этим, да, как мне, по крайней мере, кажется. Ну, и одновременно с этим, чтобы я из этой формулы мог сделать какие-то дополнительно выводы более общие для себя, например, я не знаю, вот один предмет падает, второй предмет падает, там, и я смогу эту формулу, которую я вычислил с падения двух предметов, применить на третий предмет, допустим, на четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, например. Ну, и типа, а это все будет работать, я смогу там что-то предсказывать в определенном диапазоне, из-за того, что я смогу это делать, но на практике это будет там некая польза для меня. Но мне при всем этом, да, из-за того, что вот я натянул, как говорится, сову на глобус, то есть математику на мир я натянул, мне от этого, ну, как, ну, то есть математика от этого, она не становится реально существующей. Она не становится кодом вселенной. Будут ли доказательства того, что математика код вселенной? Все. Математика – это выражение кода, которым строится природа. Если человек понимает математику, он понимает музыку, он... Вообще необязательно. Более того, огромное количество музыкантов хуёво разбираются в математике. Не, нотный стан, он, конечно, имеет в себе некоторые математические нюансы, там доли, недоли, там октавы хуявы, это, конечно, прикольно. Но большинство музыкантов, которых я знаю, вообще не разбираются в математике, это раз. А большинство математиков, которые я знаю, вообще не разбираются в музыке. Ладно. Понимает, биологию... Вообще нет. Вот вообще нет, кстати, биология как дисциплина, вот в отличие от физики, например, той же, ну, в ней не так много математики, нет. В биологии есть математика, не подумайте, да, но в ней математики значительно меньше. Вот давайте так, смотрите, если мы просто возьмем и уничтожим математику, просто истребим все следы математики, больше всего из всех дисциплин пострадает физика. То есть физика просто обнулится, да, считайте, от физики нихуя не останется, а теоретически уж точно. Вот если мы уберем математику, биология пострадает, ну, не так сильно на самом деле. То есть у нее останутся, у нее остается огромное количество разных представлений на самом деле, да, там, не знаю, об эволюции, например, представления останутся. Они порежутся местами, да, особенно в тех местах, где математика для доказательств применяется, порежутся. В принципе, все равно все останется. То есть сама идея эволюции точно не исчезнет, по крайней мере. Много-много чего тоже не исчезнет, если мы уничтожим математику. То есть в этом плане для познания биологии очень уж мало математики. Более того, когда математики чистые начинают лезть в разные дисциплины, включая биологию, там, историю и так далее, так далее, так далее, мы чаще всего кринж встречаем. Он понимает медицину, он понимает. Да, медицину прям вообще понимает. Я, кстати, замечу, что всякие формулы, которые используются в медицине, ну, очень часто предельно простые. Ну, есть исключения, скорее всего. Но, опять же, все, что я по медицине проходил, соответственно, в УЗИ, это, ну, в среднем довольно кринж, короче. Сильно просто, это тупо арифметика. Это даже не уравнение, понимаете, тупо арифметика, это первый, третий класс. Чистая математика это Саватеев, ну, кстати, да, похоже на то. Но Саватеев, ну, иногда высказывается на те темы, на которые не стоило бы высказываться. Но, как бы, да. Допустим, мы откажемся от математики, что может изменить ее с той же эффективностью. Какая-нибудь другая формальная система, в зависимости от того, где мы ее и когда применяем. Вот Абсолютер Гейст. В некоторых областях математика, ну, вообще, крайне сомнительная. Возможно, даже не работает. Я, вот, например, не вполне уверен, что она работает в теоретической физике. Но, просто, если взять и уничтожить математику, сама теоретическая физика исчезнет. Я, вот, например, не уверен, ну, основная цель теоретической физики это узнать, как устроен мир. Вопрос, да, достигли ли они этой цели? Мой ответ, я не знаю, я сомневаюсь, что они ее достигли, что они к ней приближаются и достигают ее. Я тоже в этом сомневаюсь. соответственно то есть в этом плане тут она как-то так с другой стороны если мы посмотрим на оценку той же самой эффективности то есть даже не про науку будет речь за христи а про практику то есть ну например работаете лекарства или не работает принципе 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 в принципе математические способы оценки они неплохие но мы можем и без них здесь тоже обойтись наверное но я не знаю вот мы смотрим работает не работает там больше меньше и равно я не знаю ну короче мы сможем даже я не знаю ну как если мы отканемся вообще от всей математике откажемся будет сложно если что от чисел откажемся но посчитать кого больше кого меньше можно ну на простейшей арифметики например без статистики без статистики уже например можно было бы обойтись и какой-то способ оценки здесь тоже предпринять ну соответственно также как еще мы можем это делать пасу по ощущениям собственными по ощущениям других людей оценивать да то еще сработало что не сработало там не знаю смотреть микроскоп и телескоп и говноскопы до изменилась ли ситуация ну как то так придумать какие-нибудь другие абстрактные формальные системы которые помогли бы нам это оценивать конечном итоге и бы тоже скорее всего назвали бы математикой но вот как то так вот короче абсолютно есть нюансов на самом деле много при том что в последние годы слова математика она имеет куда более широкое значение чем например там 300 400 лет назад дата и тем более чем тысячу лет назад 2000 лет назад даже то есть вообще определение математики менялась и под математику подводились многие формальные системы ну например почти все короче туда запихивалась что там работала с числами том числе и математическая логика тоже туда пошла то что но долгое время у нас как бы было две параллели логика и математика две большие формальные системы которые помогают нам в познании а потом типа сначала попытались мы тим всю математику под логику подписать а потом получилось немножко наоборот что все логику под математику вышло подписать то есть тут какая-то такая история взаимоотношений психологию человек который не понимает математике как он может понимать но вообще огромное количество психологов нихуя не понимают математики не тот к вопрос на всяких таких вот прикладных дисциплинах я например не вполне считаю что они науки потому что там довольно своеобразный метод исследования да то есть они исследуют но довольно конкретный предмет чаще всего и они действительно могут получать какую-то эффективную информацию с которой потом можно иметь дело а есть такие науки которые теоретически по большей части вот они куда более абстрактны в этом плане и в принципе в них очень легко сомневаться вот ну да если тут нюансы с психологией тоже такие себе ну арсен не знаю он исходит видимо из некоторых своих фантастических все-таки представление о том как наука работает и как она должна работать но для меня например вот бытие например какого нить энтомолога и бытие какого-нибудь физика теоретика просто принципиально отличается это люди которые делают очень разные вещи принципиально разные вещи с разной методологией но почему-то все называется наукой одновременно с этим причем когда мы говорим что не что не является наукой это не значит то что это нелегитимно этим не правильно правильно вообще вот вот эта идея правильно просто для многих людей почему-то они цепляются к слову наука вот до капсальтергейст я уже сказал да просто люди почему-то часто цепляются цепляются к слову наук потому что наука как будто вы знаете как что-то хорошее как знак качества если ты не занимаешься наукой то ты был бою соответственно ты хуйней занимаешься даже не правда на самом деле есть принципе такие области которые древнее научных исследований история например история метод методологии истории намного древнее чем методология любой дисциплины но не считая может быть философии то философию наверно тоже обгоняет эта история вот как быть так как быть то то есть история появилась до возникновения научного метода вообще причем в разных регионах чем разных регионах были свои подходы к истории неожиданно да то есть у греков были свои историки у китайцев были свои историки неожиданно да там немножко с мифологией немножко хуйней там тоже все это перемешивалась но все-таки методология то она уже тогда формировалась мы берем мы расспрашиваем людей мы собираем какую-то информацию мы оцениваем разные источники и соответственно выдаем некоторые результаты вот в истории она была ну наверное так или вот так вот и вот так это вообще вполне определенный подход который с научным но не имеет вообще никакого соотношения то есть может современная история она конечно пользуется не знаю результатами наработок разных других дисциплин причем я не скажу что наук но именно что дисциплин там археологии какой-нибудь еще чего-нибудь вот так и абсолютно гейс наука древнего дела уже звучит как хуйня какая-то вообще если из практик брать практика военного дела действительно довольно древние скорее всего не нужно заниматься и это бесполезно меня к вам вопрос бокс является наукой вот бокс является наукой конечно не существует ни одного смотря какое определение дадим науки закона боксерского не существует ни одной формулы ни одного алгоритма вы не найдете в рамках бокса ничего что было также примитивно как 2 плюс 2 равно 4 или от перемены место слагаемых сумма не меняется там нет правил там нет закономерности но бокс это дисциплина то есть на больших числах на больших числах всегда чаще будут побеждать в кулачном бою люди которые занимались боксом они будут побеждать чаще тех кто не занимался боксом. Бокс – это дисциплина. И литература – это дисциплина. И психология – это дисциплина. И история, и историография – это дисциплины. Но это не наука. Нету, вы поймите, нету ни одного закона в истории и ни одной формулы. Это всё подогнанное заранее. Всё, что в истории выдаётся как закон, как ещё что-то. Так там нет законов истории. Историки не занимаются выведением законов. Понимаете, в чём дело? А в чём он правильно говорит? Ну, то есть, у него интуиция это здесь правильно работает. Только проблема заключается в том, что нет никаких законов эндокринологии. То есть, это не дисциплина, которая посвящена выведению законов природы теоретическим путём. Вот, в физике есть законы, в биологии есть законы. И на построение этих законов и строятся разные научные теории вообще-то. То есть, у него здесь интуиция, это правильно работает. То есть, он дал не очень правильное, на мой взгляд, определение и некоторые дисциплины причислил к науке не совсем правильно, да, но смотрите, интуиция-то у него здесь, на мой взгляд, вот с моей даже сходится, просто у меня она здесь более продумана, я над ней очень давно думаю. Да, я просто давно над этой интуицией размышлял, там, науки исследовал, всякие дисциплины, для меня это было принципиально важно, чтобы свою позицию по данному вопросу сформировать, как-то работать с другими позициями, соседними, и всё вот такое. Ну, понятно, что Арсену, наверное, это просто было неинтересно, но вот здесь, смотрите, если он немножко подумает же, если он немножко подумает, изучит там разные дисциплины, он же поймёт, наверное, что, ну, например, я не знаю, в фармакологии нам не нужны никакие законы, ну, нет, математику мы там, конечно, используем, но нам не нужны никакие законы фармы, блядь, закон фармы, это как хуйня какая-то шизофреническая звучит, действительно. Нам, в принципе, достаточно знать, насколько эффективно тот или иной аппарат, препарат воздействует при тех или иных заболеваниях, ну, и вообще, какие там, не знаю, побочные эффекты имеет. Нам нужно выяснить разные проблемные нюансы, да, практически. Так это не законы, RedKeyGhost, это техники. Нет, разное. Законы имеются в виду законы природы, то есть те вещи, которые везде и всегда повторяются во всей природе без исключения, понимаете, в чём дело. То есть, наука-то, она, в принципе, друг Дурути, приветствую. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела, это закон. Мухаммед Али гарантирует это, лол. Так вот, что мы выводим законы, которые всегда и везде, во всех случаях работают. Относительно законов, например, ну ладно, в кавычках, не бокса, а боевых искусств, мы не можем сказать, что, не знаю, у вас есть удары, наносят по закону, расслабленной рукой от ноги. Это далеко не всегда происходит, не во всех боевых искусствах. Иногда там ногами даже бьют, иногда рука в размах идёт, например. То есть, у нас даже есть примеры, когда мы можем сказать, что, собственно, здесь нет закона природы боевых искусств никакого. То есть, всякий раз, когда появляются боевые искусства, везде одно и то же, одно и то же. Но оно так не работает в боевых искусствах, к счастью или к сожалению. Да и даже если бы было, вряд ли могли бы говорить о законах природы внутри боевых искусств, потому что боевые искусства это не порождение природы, это скорее порождение человеческой культуры, там ещё чего-нибудь, нашего желания воевать, там, например, совмещенное с культурами разными и с искусством даже во многом. Потому что многие боевые искусства вообще на понятиях красоты даже строят, потому что, ну, даже не всегда важно, чтобы оно было эффективно, иногда важно, чтобы оно было красиво, в том числе. Я вопрос к вам. Чем наука отличается от дисциплины? Наука создаёт фальсифицируемые теории по вопросам всякой природы, да, создаёт природные фальсифицируемые теории, базируясь на естественной установке. Как-то так. Ну, то есть, считайте натуралистические, да, натуралистические фальсифицируемые теории создаёт, проверяет и опровергает, соответственно. Ну, причём самое главное это создавать теории. Мало иметь математический аппарат, чтобы называться наукой, да, то есть, этого недостаточно. Мало иметь эмпирический опыт, чтобы называться наукой, этого тоже недостаточно. А вот иметь полный набор, теория, ну, математический аппарат, здесь, кстати, не вполне обязателен, но может быть, может иметь место. Теория, некий математический аппарат, как вспомогательная сущность, может иметь место, да, ну и фальсификация. Главная характеристика научной теории фальсифицируемостью то что ее можно опровернуть ее будут пытаться опровернуть потом уже эмпирики которые сами по себе тоже учеными не являются вот шадов на сказал выписал из науки 99 процентов ученых так что я хуевая как я крут просто в беру и выбрасываю 99 процентов ученых хочу еще не заслуженно разве заслуженно вот когда мы вас спрашивают что такое наука панчан что отвечают ну вот там фальсификация вот это все вот так вот он и говорит да соответственно окей открываем тезис до конца идем до конца по этому пути смотрим что получится 99 процентов ученых людьми которые называются учеными не ученые ну хорошо я с этим согласен у меня меня в основном то знаете меня в основном всякие мысли мои конструкты интересуют которые принимаются за истину или что-то похожее на истину вот то есть в основном всякие там теории эволюции большой взрыв вот эта вся хуйня которая смотрится ну крайне сомнительно что но мы не могли наблюдать ни то ни другое никаким образом но вот как то вот нам проект все говорят и говорят что достоверно все показано рассказано доказано вот это вот меня возмущает обычно а медицина например меня вот совсем не возмущает и я конечно не буду антисайентистом против медицины просто потому что ну во первых это практика и во вторых она более-менее эффективно привет его эльфер от видеть фальсификация дедуктивный метод от общего собственно к частному нас все общее положение мы можем его разъебать одним единственным фактом индуктивные заключался бы в том но то есть это было бы верификация когда мы кучу фактиков собираем предложение протокольное составляем из протокольных предложений по правилам логики выводим большую теорию про так науки не работала никогда и видимо никогда не будет работать поэтому верификационный проект просто вообще не состоялся в науке к сожалению или к счастью кстати этому могут быть неплохой альтернативный заход вообще в принципе но он просто не состоялся поппер здесь как-то ученым пришелся по душе несколько больше имеется виду естество испытателям наука дисциплина отличается тем что она может строить прогнозы все не хуйня тут проблема как раз даже в обратном заключается наук в принципе не может строить прогнозы мне кажется он опять путает научного предсказания и практическое предсказание что значит научное предсказание это мы предсказываем те факты которые будут открыты несколько позже причем наук почти не ну 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 не очень часто она прям берется предсказывает но для того чтобы какие-то теория что-то будущее предсказывали для этого надо побольше теории составить и тогда когда нибудь нибудь что-нибудь тогда совпадет до лова мы составили теорию который что там предсказала заебись чем мы открываем именно грядущие факты которые мы открываем они прогнозы какие-то ну допустим если экономика будет создавать идеальные прогнозы состояние экономической ситуации от не будет значит что она станет наукой то есть в принципе в принципе да если психология будет досконально предсказывать все что там с человеком происходит все его поведение будет предсказать это тоже не сделает ее прямом смысле наук это на самом деле арсен тут опять же со своего самого принципа сбивается . когда дерутся два боксера никто никогда не знает кто победить не ну почти наверняка же можно сказать и коэффициенты поставить не ну конечно конечно всякое может случиться всякое может приключиться там что-то куда-то там кулачок не туда прилетел кто-то упал да окей в принципе окей да на сто процентов то нет ну панчин долбоеб редкий гост потому что когда речь идет о предсказательности теории речь идет о предсказании грядущих открытий причем они могут вообще не открыться не сбыться эти предсказания понимаете в чем дело редкий гост вот предсказывать какие-то события мы можем только на базе индуктивного опыта это всегда вероятностно понимаете редкий гост в чем чем следующий вопрос а индуктивный опыт сам по себе не есть наука ну и соответственно ну как бы вот этим теориям которые фальсифицируются никого отношения не имеет не знаю происхождение тех или иных событий ну которые предсказываются теми или иными фактами внутри теории да и положениями внутри теории предсказываются некоторые события это в принципе есть предсказание грядущих фактов или их отсутствие вот например да бозон хикса там у нас есть какая стандартная модель которая предсказывает что бозон хикса есть существует соответственно если бозон хикса существует то если мы сделаем с этим прибором там каким-нибудь коллайдером вот такой вот хуйню то по нашему мнению произойдет вот это вот самое да соответственно теперь вопрос ставится эксперимент произойдет или не произойдет там не знакомь хуйня там сталкивается и происходит что то что нам нужно и мы такие хорошо теория не опровергнута хорошо хорошо теория не опровергнута понимаете вот как это должно быть долбоебая то есть тупые ученые кричат произошло то что мы ожидали теория доказано на тупые ребята так говорят это тупые среди ученых к сожалению когда происходит опа опт столкновение произошло то что мы ожидали ой теория не опроверглась на этот раз ну хорошо 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 продолжаем дальше сталкивать смотреть опровергниться или не опровергниться вот ни один человек на планете не сможет предсказать точно даже 100 боев даже 100 боев вода ни один человек из конкурентов не таких что ребенок и человек миллиаренко просто два боксера выходит он обладает всей полнотой информации об их подготовке об их состоянии что угодно но панчин пиздобол сорян но типа ну типа он просто пришел по огне по флексить видимо священник не нашел что ему ответить к сожалению вот как то вот так вот причем возможно панчин бы сразу начал гореть не ну наук то это же это там и это экономика там это еще какая-нибудь хуйня там наук того притят не только теория ты медицина тому пить мы можем предсказать какая у вас опухоль в жопе тому блять вот такая утащется штука то есть панчин сразу бы съехал со своего определения науки который он очень часто дает в публичную непосредственно и как бы в этом огрех самого панчина что я могу сказать панчин здесь непоследователен к сожалению чаще всего бывает то есть вообще как и большинство сантистов то есть они берут и такие наука это нередко критерии фальсифицируемости звучит составление теории очень часто звучит а потом так бах и мы виляем реально жопой как вячеслав написал переобуваемся у нас оказывается что наука и оказывать сказать медицина в которой вообще блять никакой фальсифицируемости нет и быть в принципе не можете по чё блять чё блять к этому фальсифицируемость там теории на там нету нормальных научных теорий которые как арсен уже сказал да правильно сказал они вообще-то законы природы блять усматривают медицины это не про законы природы вообще в принципе это скорее про практику но про определенный набор практик техник и технологии методик и всего остального которые позволяют нам но собственно быть здоровыми непосредственно и эти предсказания они все базируются на индуктивном опыте то что вы после принятия того или иного лекарства выздороветь это не научное предсказание это практическое предсказание исходящее из индукции из определенных в общем-то статистических исследований эти статистические исследования к науке никого отношения тоже напрямую обычно не имеют ну типа уничтожаем научный метод фальсифицируемость и теории всякие уничтожили да все 0 от научного метода никуя не осталось допустим у нас остается эмпирика у нас остается возможность использовать математические модели у нас остается еще до хуя всего у нас остается практика у нас остается собственно способность эту практику математически оценивать все поехали вот да вот это не наук все еще и что и что и что и все хорошо и все замечательно вот философия это наука конечно обязательно получается только есть две науки математика и физика именно так и получается именно так и получается соответственно наука отличается от дисциплин тем что она строит твердые прогнозы вот 2 плюс 2 2 плюс 3 равно 5 и ты плюс 2 равно 5 вы можете это проделывать бесконечно вы можете но кстати тут следует еще заметить что вот он говорит про предсказательность науки если он имеет ввиду предсказательность не в том смысле что мы факты какие-то на него что никто заранее не скажет найдем ли мы тот или иной факт и подтвердит кавычках а проверить ли это нашу теорию да если мы говорим про эффективность то там всегда речь идет о процентном каком-то соотношении а вот физиология это сложный вопрос потому что в ней есть разные теоретические штуки физиологии от не медицина это как раз исследовательская область понимаете в чем дело то есть если медицина это не наука а практика той физиологии так раз исследовательская область которая ну в том числе может использоваться для прояснения многих моментов медицине с одной стороны да но с другой стороны она действительно постулирует некоторые с одной стороны теория с другой стороны некоторые факты которые так или иначе находится на грани и с анатомии например да тут как-то вот так вот это работает физиологии есть законы это законы медицины нет это не законы медицины физиологии на мой взгляд здесь в принципе может как-то претендовать на что-то похожее на науку но все же она не до конца но не очень обобщена у нее законы пол понимаете то есть если мы берем биологию там законы всей жизни миллиарды лет эволюции там вот эта вся а физиология ну это скорее про человека и про то как его организм работает прямо сейчас но если мы говорим про физиологию человека то есть мы не обсуждаем чаще всего физиологию как она работает вообще везде и всегда во-вот-вот-вот-вот-вот-вот понимаете то есть физиология видится более каким-то конкретным и вот как-то но немножко здесь по-другому устроена немножко понимаете то есть нет не так массово не так обобщенные физиология чаще всего дробится на микро предметы где мы уже внутри что-то там до раскрываем хотя я могу на самом деле заблуждаться у меня была физиология как один из основных предметов я ее сдавал и сдал на пятерку вообще-то но при этом всем понимаете все-таки студенческий уровень бакалавриата да соответственно я здесь не специалист по-любому и отвечать за физиологов я например не могу но там есть там есть довольно высокие степени обобщения как минимум физиология но очень наукоподобно я бы вот так заметил да как минимум она очень наукоподобно но то есть может быть она не как физика и не как теоретическая биология выглядит на сто процентов но похоже похоже а вот какая гуманитарная дисциплина вообще не похоже какая медицина тоже совсем не похоже на науку выглядит то есть там люди совершенно другими вещами занимаются другой методологии другими целями что самое главное физиологии в принципе да 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 там похоже даже цели похожи просто предмет вот-вот-вот поменьше значительно чем у биологии чему физики там да физиологию можно здесь даже рассматривать как некую частную область внутри биологии например как то вот так вот так законы функционирования организма человека не являются законами природы но не совсем потому что и вообще законы функционирования организма это не законы формально это вообще не законы вот законы незаконные физиологии есть законы опять же да я немножко противоречиво ответил давайте задумаемся здесь они являются законами так нет наверное маленький уровень обобщения маленький уровень обобщения на мой взгляд здесь все таки да но диалоги все же очень наукоподобно при том что при этом маленьком уровне обобщения там многие вещи они работают как вот собственно других естественных науках так что пойдет хуй хуй его короче знает здесь допустим я готов отнести физиологию к наукам там с некоторыми скидками с некоторыми упрощениями я честно говоря готов вот с некоторыми оговорками соответственно это проделывать бесконечно вы можете взять все уровни смотря опять же с какого мы определение исходим насколько четко фальсифицируются теории представления точнее этой самой физиологии да и нужно ли вообще фальсифицировать фальсифицируют ли это там является ли это важной практикой для физиологии тоже важно там еще много разных нюансов подвести там и самый главный вопрос все же он будет такой теоретически на тему насколько там вот то что физиологии является теорией собственно на это самое важное что опять же мы недавно видели когда вахштайн со своим товарищем психологом обсуждали вопросовой теории они там теории там высочайшего уровня теории среднего уровня теории низкого низкого уровня там вот такие вот штуки обсуждали но я честно говоря такого деления не придерживаюсь мира для простое сложение 1 2 слагаемого и можете бесконечно менять местами слагаемые и в прошлое и в будущее конечно то есть если человек создает какую-то теорию да он может посмотреть в прошлое и посмотреть стыкуется ли она с этим прогнозы они и в прошлое и в будущее же быть верными иначе это не может быть активно что в порт научные прогнозы работают по принципу предсказания новых фактов чел запомни вот эту хуйню просто навсегда человек который это путает не понимает как устроена научная методология в принципе то есть это прогноз прогнозы из разряда но вот мы предсказали что у нас изменяются виды и соответственно виды изменяются в определенной последовательности до из одного переходит другое и допустим у нас есть какая-то амфибия и допустим у нас какая-то ящерица и они вместе связаны да то есть вот эта амфибия является предком ящерицы и соответственно мы должны где-то на определенном уровне соответственно под землей на определенном геологическом уровне отыскать ну когда-нибудь где-нибудь вот похожий скелет который будет представлять собой некоторую промежуточную форму между двумя этими существами. Потому что нам что-то не хватает этих промежуточных форм, и мы, скорее всего, сможем ее отпускать. Мы находим, и это значит, что теория эволюции была не опровергнута в данный самый момент, и это было, так называемое, научное предсказание. Но если мы попытаемся предсказывать, как Ванга, например, там, через тысячу лет у нас будут обедьяны-крокодилы, но это будет, скорее всего, нихуя не рабочая схема, во-первых, мы нихуя скорее всего так не предскажем, и я не знаю, да, вот, например, два предмета падают вниз, там, по одной и той же формуле, блядь, это нихуя не научное предсказание, это просто эмпирический опыт, простите. Это просто, ну, как бы, это просто индукция. Пошло и правильно, в будущее неправильный, наоборот. Не, просто понимаете, в чем дело соло-золо? Тут, понимаете, человек просто путает два типа предсказаний. Первый тип предсказаний, это научное, это когда мы, собственно, предсказываем грядущие факты, которые мы откроем в будущем, да, а есть, соответственно, просто предсказание, ну, этот предмет падает и всегда будет дальше падать, например, да, это индуктивное предсказание, оно универсальное, оно не является научным. Можешь, пожалуйста, дать определение гипотезы, теории, теоремы, законов, науках. Чем закон отличается от теории? Закон является частью теории. Вот. Закон природы, ну, давайте, сейчас я все это сделаю. Я еще смотрел твой хайлайт про недоказуемости теории в науках, какой можно задать критерий, чтобы определить, что научная теория доказана? Никакой, потому что научная теория должна быть фальсифицируемой. Понимаете, в чем дело? Селекция пород животных – это не доказательство эволюции, это то, что ей не противоречит просто. И тут в этом проблема, да. Главный критерий научной теории – фальсифицируемость. Фальсифицируемость – это значит опровергаемость. А это значит, что научная теория, по определению научной теории, всегда должна иметь возможность быть опровергнутой. А если она имеет возможность быть опровергнутой, она должна быть заведомо недоказанной. Понимаете, в чем дело? Если мы исходим из подхода такого как фальсифицируемость, мы просто не можем себе позволить сказать, что наша теория доказана, все, ребят, расслабьтесь, chill out, короче, все, заебись, да, все, закончилось, закончилось, как только мы это сделаем, теория перестанет быть научной непосредственно, ну, по поперу, по крайней мере, так, ну, я, в принципе, здесь с ним солидарен, да, и многие ученые тоже пытаются озвучивать похожую риторику, хотя сами часто называют эволюцию и с фактом, там, еще чем-нибудь, да, ну, типа, Типа, как говорится, мало ли, какая шиза у людей в головах происходит, не важно, так, теперь давайте определение гипотезы и теории, давайте оба определения я просто сразу вам дам, я даже более того, я скажу, я с Википедии его пизжу, теория, да, я всегда пизжу определение с Википедии по поводу теории, ага, теория, 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 Закономерности природы, общество мышления, общество мышления убираем нахуй отсюда, просто природа, соответственно, да, вот, 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 вот такое, таким определением я пользуюсь, причем гипотеза, это то же самое, да, только послабее, это еще не система научных принципов, это еще не система, да, но это уже некоторое предположение, которое касается устройства природы, да, исходя из некоторых наших практических наблюдений, ну, она отражает эти закономерности, да, Гипотеза тоже отражает закономерности природы, но она пока не так систематична, как теория. Для того, чтобы гипотеза стала теорией, гипотеза это, не знаю, утверждение о том, что у нас существует пространство-время, которое там, нахуй, как-нибудь там, блядь, изгибается, нахуй, там что-то вот такое происходит, это все еще гипотеза. Но когда мы подводим под это четкую систему, математику, постулируем разные законы, ты должен и математически, и интеллектуально как-то их соответственно формируем. Нет, гипотеза это недоразвитая теория. И гипотезу невозможно опровернуть именно потому, что она формулируется более общее, соответственно. Теория имеет внутреннюю систему. Если вы ударите... Да, гипотеза это некая идея, концепция, которая касается закономерности, отражает закономерности природы конкретно, именно закономерности какие-то, причем закономерности с большой буквы, то есть по сути законы природы. А что такое законы природы? А законы природы это то, как оно везде происходит, и по-другому происходить не может. Вот, например, этот предмет всегда падает вниз по определенной формуле, другой формулы быть не может, и это всегда вот так вот, и всегда только так, и нигде как... И никак иначе, да? Почему, например, закон Ньютона перестал быть законом природы? Потому что Эйнштейн, короче, открыл другую формулу, по которой оказалось, что Ньютон обосрался на самом деле, да? То есть то, что было в законах у Ньютона, это не было законом природы, оказывается. То есть сначала считали, что было, и что это везде так работает во Вселенной, но потом увидели, как Меркурий, соответственно, вращается не по той орбите, по которой, блядь, надо. Что за хуйня происходит? Ньютон обосрался, что ли? Попытались спасти теорию Ньютона, попытались найти планету-вулкан между Солнцем и Меркурием, которая могла бы, как бы, ну, которая могла бы вот сместить орбиту движения Меркурия, ну, блядь, не нашли, и пришлось придумывать, соответственно, новые законы природы, да? То есть если мы можем говорить о том, что теория Ньютона, как теория, она, ну, проиграла, она, соответственно, была фальсифицирована в данном случае. И если вот те представления считались законом, то есть они работают буквально во всей Вселенной. Даже мы вот не видели эту Вселенную всю, да? Ну вот и там это работает, и здесь это работает, вообще везде это работает, и не только сейчас, и на протяжении всего времени существования нашей Вселенной это работало. и всегда будет работать. Вот такой вот закон природы, да? Он везде обладает такими свойствами. Везде обладает такими свойствами. И вот теория, это как раз вот создание вот таких вот законов природы, их фальсификация, по сути, да? Берём, смотрим, везде это так вот, везде вот эти вот там, я не знаю, микрочастицы, которых мы нигде не видим, везде ли там бозоны, хуизоны, там которых мы тоже нигде не видим, тоже такие, да, закономерности, можно сказать, там, арха, арха, можно сказать, арха даже, да, природа, или не везде они, да? Если они везде, ну, закон природы, закономерность, теория, соответственно, получается. Какие-то очень обобщённые принципы, под которые мы подводим весь наш опыт, и благодаря которым мы производим дальнейшие исследования в том числе. Гипотеза недотеория, причём у теории, научной теории, если мы говорим о научной теории, у неё есть обязательное свойство, фальсифицируемость, её всегда можно опровергнуть. То есть, в самой теории, вот в этой всей системе научных принципов, есть слабые точки, по которым можно ёбнуть. И если вы по ним ёбнете, и победите, и хорошо ёбнете, и там, не знаю, всё получится, теория развалится, и вам придётся либо переформулировать имеющуюся теорию, либо создавать новую, соответственно, да, у вас несколько путей будет. Ну, вот как-то вот так вот. Ну и, соответственно, вот это научное предсказание, это тоже часть фальсифицируемости, вы не поверите, да? То есть, вот если мы будем, соответственно, искать вот эту вот зверюшку, которую, да, вот эта окаменелость от зверюшки, которая была местной... Вот. А верификация хуйня просто, понимаете, Ангус? По факту никто не её верифицирует. Ну, типа, нет, да, давайте не так. Так, тотальной верификации вообще нет, слишком сложный процесс, да, тотальной верификации, это во-первых. А во-вторых, это относительно бессмысленно, никто этим до этого тотально не занимался. То есть, если мы посмотрим на верифицируемость как критерий, что мы должны для этого делать? Мы должны наблюдать за фактами, формировать протокольные предложения по отношению со всеми этими фактами. Из этих протокольных предложений, из всей суммы, делать логические выводы, по строгой логике и приходить к общему выводу. То есть, так индуктивно получать вот такую вот истину, да? Скучно. И предсказательности нет, что самое главное. То есть, да, все лебеди белые. И этот лебедь белый, и этот лебедь белый, и этот лебедь белый, и вот этот лебедь тоже, блядь, белый. И вот этот лебедь белый, и вот этот тоже белый, и этот белый, и этот белый. Ой, вот все лебеди белые. А вдруг появляется черный, ты такой, блядь, сука, нахуй, блядь, пидарас, блядь, сука, нахуй ты вообще здесь появился, мразь, блядь. Ну и соответственно, научной предсказательности здесь в принципе нет. А у фальсифицированности, у фальсифицированных теорий они есть. То есть вы заранее составляете теорию такого неебического масштаба, во-первых, да, еще, кстати, относительно верификации, вы не составите теорию ну очень неебического масштаба с ее помощью, а вот с помощью фальсифицированных вы создаете теорию неебического масштаба, просто колоссальную, на всю вселенную ее натягиваете просто, а потом смотрите, обосрались вы или не обосрались. его обосрались скорее всего вы пробуйте другую тюрьму опять обосрались но и другую теорию там ты уже третья теория она что-то там предсказала но в итоге тоже обосралась вы создаете такую теорию который не обсирается по этим пунктам и пытаетесь опять ее ебнуть и вы короче меняете теории и пытаетесь их как следует наебаться до чтобы они обосрались это ваш интерес такой вот просто сказать что если теория позволяет предсказать результат эксперимента то мы считаем ее доказано это глупость просто но то что она не будет являться доказанный причем какого эксперимента я не знаю вот понимаете просто 10 индуктивная ошибка будет ангус в этом проблема вы сразу начинаете индуктивные ошибки у нас всегда в мире присутствует неполная индукция то есть все данные которыми владеют ученые это неполная индукция а выводы из неполной индукции всегда вероятность то есть если теория доказана то она становится антинаучной да но теории обычно составляются так что они не могут быть доказаны теория революции не может быть доказано теория не знаю большого взрыва не может быть доказано не знаю теория струн не может быть доказано стандартная модель не может быть доказано просто принципиально и принципиально составляются на таком высоком уровне абстракции что их просто невозможно ну окончательно доказать теория это большая массивная взаимосвязанная гипотезы ну пойдет кстати в принципе простуд проблема опять же будет заключаться а где теория где уже не теория пойти чем мы ниже спускаемся от физики и биологии общей теоретической тем все менее прозрачным становится вот это все еще теория достаточно ли это уровень обобщения тогда в чем различие между наукой философии как таковыми наука частный случай философии просто философия предлагает вам бесконечное множество разных призм для того чтобы смотреть на мир наука предлагает вам только одну и соответственно наука про свою призму спиздил у философии начала ее развивать очень активно вот как то так гипотеза просто мысль а теория когда человек уже очень многое объясняют внутри и снаружи нее ну да 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 верно еще раз вот человек пишет я не понимаю как когда арсен делает прогнозы в политике прогнозы есть ли не наука но что это тогда дисциплина это дисциплина то есть ты занимаешься боксом и 2 обещаю 6 уклоны если неожиданно я тоже постоянно использую слово дисциплина она более нейтральная в данном случае интуитивно понятное например слово наука использовать везде мне видится крайне кринжово но потому что опять же тут еще всякие нюансы типа со словом science под словом science мы обычно подразумеваем естественные науки а когда мы идем философию науки там вообще окажется что огромное количество людей ну просто угорают но собственно по science то есть философия науки это да это разбор science прежде всего уже потом там всякие старец там артс и вот проще хуйни понимаете в чем дело нет есть конечно развлечение по типу у нас есть короче немецкий много немецкий русский подход в россии слова наука просто универсальные на все просто подходит вообще на те натягивается на все что угодно но это уже наша проблема нашего языка у немцев также да есть есть адам немцы же у немцев просто тоже видите обобщенно у нас обобщенно вообще во многих как я понимаю вот европейских языках под наукой понимается нечто более абстрактное чем science то есть не science просто естественно наука получается и да понятно что размытая но не настолько шуя размытая как у нас у нас то наука это гуманитарные общественные хуевственные там не знаю математика хуятика блять и так далее так далее так далее у нас просто пошире получается чем уже определение тем не кажется просто получше если важно понимать что почти все философы науки ну там почти все англоговорящие персонажи на самом деле писали они на английском вот ангус какую можно тогда вести дистинкцию между эволюцией и например теории что виды были всегда и не изменяются а я бы стоп дистинкцию с помощью законов эволюции мы можем выводить породы животных нет не с помощью эволюции с помощью селекции важно понимать ангус вы тут перекладываете на эволюцию те вещи которые ей не подвластны на самом деле то есть мы задолго до возникновения теории эволюции научились выводить новые породы животных это важно понимать да то есть мы животных выводили еще в древности даже до древности на самом деле мы собак выводили долгое время и кошек выводили соответственно и разные породы скота мы выводили непосредственно то есть селекция была известна огромное количество лет и селекция вообще не доказывает эволюции от слова никак просто важно она ей не противоречит если бы селекция напрямую ввела к идее эволюции люди бы этой теории эволюции владели бы уже миллиард лет назад миллиардом миллиард лет назад но вы поняли да уже бы десятки тысячелетий мы бы с этой теории эволюции работали но это неправда на самом деле правда ученые нас обманывают понимаете в чем дело что это наука перед практикой находится по факту наоборот практика перед наукой чаще всего находится и селекция находилась перед наукой непосредственно то есть вот по факту она вот так вот было задавать устойчивые к антибиотикам бактерий так ну окей я на это ответил ну и соответственно вот продолжение вам селекция максим бокс этого мне наука то думать надо есть такая то есть буквально наблюдать эволюцию так мы не наблюдаем эволюцию понять в чем дело ну как если вы под эволюции просто любые изменения понимаете то конечно наблюдаем просто мы сейчас терминах эволюции все разбираем ну повалюция вот вам призма непосредственно там дали призму и вам говорят разбирайся с точки зрения эволюции о селекция подходит под эволюцию там я не знаю я пострал у меня очко скукожилось изменила генетический состав произошла эволюция очка непосредственно и так далее так далее так далее то есть пойти вам дали призму вам дали призму говорят все теперь ты все называешь эволюции там эволюция вселенной, эволюция звезд, эволюция твоего очка, эволюция, там адаптация тоже как эволюция будет, там, не знаю. У вас генетический состав меняется на протяжении жизни, ну, то есть какие-то там гены, не знаю, разъебываются, бывают. Особенно во время заболеваний разных. Опять эволюция. Очередь гигантская, Максим, состоит из огромного количества видео, мы смотрим 11-минутные, 2 часа уже. А, да, эволюция не доказана, потому что вот эта призма, она может оказаться хуйней, при этом селекция все еще остается селекцией. Стоит создавать устойчивых к антибиотикам бактерии, это никак с эволюцией не связано, на самом деле. Вы их можете создавать без теории эволюции. Как вы вводили породы животных без эволюции, без теории эволюции на протяжении огромного количества, тысячелетий. Вот. Ну, с другой стороны, мы просто, ну, смотрите, теория эволюции, она хороша, по крайней мере, она очень много фальсифицируется, она, ну, то есть, ее много пытаются фальсифицировать и не могут фальсифицировать. Это очень хорошая теория, которая классная и которая очень долго держится. На Гудгеме ничего нет, Макси. Которая очень долго держится, которая долго не опровергается, которая показывает неплохие результаты, в принципе, описательные. То есть, вот, она хороша, но она при этом все равно не доказана. И парадоксально, если она будет доказана, она перестанет быть научной, но это уже другая история.